Добрый день, добрый людям! Добрый день, добрый день, добрый день! А куль, видать, у все поселища. Издается так близко ветшаровое небо с полумеющим заходом. Как храм называется? Святого Ильи. Мы сюда карабкались высоко-высоко. Этот храм старый, наверное? Старый, да. Очень старый. И это единственный храм Радашковича? Единственный. Еще костел есть у нас. Ну, наверное, он маленький для Радашковича? Маленький. Хотите большой храм? Хотим, конечно, хотим. Потому что мы люди верующие. Такие интересные ходы, конечно, редко у вас бывают. Только по большим праздникам? По праздникам. Но всегда есть у нас батюшка наш хороший. Ну, а первый раз Святой Огонь пришел к вам? Да, первый раз. И мы очень ждем, очень надеемся на чудо это. И вот не знаем, как это будет каждому заживаться свечи? Ну, конечно, конечно, каждый сможет зажечь. Останется частичка огня в вашем храме. Да? Раз он уже пришел, он уже здесь загорится. Вот это очень хорошо. Я вижу, что здесь люди очень волнуются. Все хотят получить святой огонь. Все хотим получить. Мы столько ждали. Да, да, пока ждали. Знаете, это для нас и почетно, и торжественно, и божественно. Ильинская церковь в Радашковичах одновлена верниками у 1942 года. После того, как фашисты спалили стародавний Покровский храм. Ставили церковь дровляную и сподевалися, что после войны побудуют каменную. Али до сегодняшнего дня маленький Ильинский храм молитовно служит своим прахаджанам. Есть им и своя святыня, спис судотворной Польшаевской иконы Божьей Мати. Яши за польским шасом, уже Харки Радашкович, Дарья Забаронок, помирали дети. Коли знову народилася Дашушка, добрые люди пора или ей с дитем пешу выправиться у Вильню до Вастробранской Божьей Мати. Коли деджинка выросла, я на кожный год ходила у Вильню со своими детьми, а потом с уноками, как поддержать Божьей Мати и святым покутникам виленским за радость материнства и життя на земле. Одной же она принесла туль Польшаевский образ Богородицы для Радашковичской церквы. Некольких годов тому гэтый образ проявился на шкле иконы, и теперь, дознавшись про суд, до Ильинского храма Радашковича проезжают паломники навод замежа. Але прослухаемся до слов захавальника добродатного огню про таиры Сергия Гордуна. Коли мы называем себе христианами, то это означает, что мы стараемся кожную неделю быть у храме Божим, что мы стараемся раниться им вечеры кожный день дома Богу молиться. Это означает, что мы им кнемся регулярно споведаться и причащаться во всяком разе не меньше, чем у кожный пост стараться приносить Богу покаяние в своих грехах и примать святое причастие. Мы, конечно, должны думать об этом, как жить свое свое все выдавать на евангельском законе, на евангельских заповедях Божих. Вот, про что напоминает нам суд с благодатным огнем, с выходжением благодатного огня. Это заклик Божий, это напомин Божий для каждого из нас, как мы саправды были христианами, как ту перемогу Христа над смертью, пеклом и пьяволом мы ценили и плодами этой перемоги корысталися. Ну и вот зараз незабываемое ведовище, коли люди с горы спускаются со свечками, с лампадками, змеркается, уже солнце давно село, и это вельми прохожие ведовище, коли полумя расходится по улицах, у дамы Жахарова-Дашковича. ПЕСНЯ ПЕСНЯ От Беларуси до Святой Земли, где заходит святая огонь тысячи километров, али его святло освятило шляхи нашей экспедиции, поеднало ее удельников, покликало некоторых из них на Святую Землю. Недауно там побывал фотомостак и поэт Яуген Пясецкий. Хай ты вандрувник на земли святой, хай невядома, где твоя Айчина, али одна я усих помеж собой, земля и небо, Иерусалима. Я не однаю тое, что было, з усим, что страничь у радости, те у горы, земля и небо, як с крылом крыло, и человек, як птушка у просторы. Могу удивлясь, все дали облететь, и с блудженным сюды вернуться сыном, как перед сконом блаславлень не меть земли и неба, и Иерусалима. Як вы туда трапили по своему ожиданию? Было запрашение по дворям московской церкви. Я отшувал себе об обязанном заробить некие материалы, что и заробил. Мне это помогли отримать аудиенцию у патриарха Иерусалимского. Як они сами там казали, это первый белорусский журналист, который потрапил на интервью до патриарха. Я там задал, безумовно, несколько вопросов. Патриарх верно и ветливо воспринял это вопрос, отказал. Хотелось одно вопрос, которое вы задали? Ци не планует патриарх Иерусалимский приезд в Беларусь. Я потрапил гэтым пытанням в ту сферу, где дипломаты и церковные зносят. Мне все безумовно такого докладного отказу я не пачал. Ну а какое новосуражение я он заробил? Невысокого росту, спокойных поводинов, вочих уважливая, уважлива слухая. Я ему пропонавал покинуть в моем блокнотику пожаданне для белорусов и для читачок звезды. А справа была напереда днекалят. Он сгадился. Я ему поклав мой блокнотик, а под блокнотик подклав газету «Звезда». Как было бачено, что патриарх тримает в руце и газету «Звезда», и блокнотик. И он, видать, догадался таки, что был ход репортерский. Але взял руки и газету «Звезда», и блокнотик. И после такой хвилинки роздума написал те слова, якими все люди витаются и жадают доброй и счастья. Таким чином вы сострелись с человеком, который переймает с неба благодатный огонь. Да, это и он. Запоминальным стало наведывание Радашковицкого интерната для детей, которые остались без опеки родителей. У классах для самых маленьких есть куток для цацок и утольные креслы, где можно, позаймавшись, погулять и поглядеть мультики. Классы для старейших оснащены наюновшими формами навучания. Есть тут сады ренжирея, спортивные пляцовки, навык два музея – краезнавства и таранов, бо интернат носит имя Миколая Гастелы, летчика, який у первой дни войны здействнил поветранный таран под Радашковичами. Дети проводят экскурсии для наведывальников и, можно сказать, створяют музей своей школы. Стративши родные, и они знайшли тут у тульный теплый дом, с якого выправляются в великое житие. Для этого, как говорит директор интерната, лауреат премии за духовное одержение Игорь Михайлович Дятловский, жителяется программа их социализации, привычения до самостоятельности. У нас есть квартира, где дети живут сами, куда мы заселяем, дают только продукты, где они сами кушают, сами поднимаются. У нас есть проект «Диалог», где бабушки днем приходят, с ними вместе готовят, а они, бабушек, учат e-mail писать на компьютер. А, такой взаимодействие. И такой у нас есть проект. Мы очень много проектов осуществляем. Вот ребенок приходит к вам из этой семьи, ему сложно адаптироваться здесь? Конечно. Поначалу сложно, но тоже все по-разному адаптируются. Но саму адаптацию даже не так мы проводим, как сами дети. А дуранные дети такие, есть у вас безумолно? Конечно, есть. Он девочка, он с письменником разговаривает. И она так молюет. Мы выставки и отрабили, выставили. Музычно дуранные дети? Обучаются в музыкальной школе, в поселке, да. Выпускники есть, тоже знакомые. Есть, которые в Российской Федерации работают. Есть наш выпускник, который много лет ездил в Италию. Потом он закончил высшую школу автомобильную «Фиата». И сейчас он один из ведущих инженеров на «Фиате» в Италии. Приезжают до вас, я не знаю? Вели много. Вот сейчас, после обеда, начнут сижаться. Слушай, интересно, приехал мужчина, ходит здесь такой по территориям. Что-то вы тут делаете, мужчина. Я говорю, здесь учился 45 лет тому назад. Сейчас живу в Владивостоке. Видите? Вот они уехали неделю, вот они уже приехали. Видите? Уже студентки, да. Ой, здрасте. Здрасте. Вы рады меня видеть? Здрасте. Ну, идем, идем. Ну что, все нормально, Света? Заму еще не вышло? Нет. Ну, давай, смотри мне. Я там не гуляю. Смотри. Девочки, а когда вы поступили? Я в медицинский колледж, молодечно, на фельдшер-акушер. Как вообще в школе было? Ой, вообще хорошие воспоминания остались, очень хорошие. Сколько лет вы здесь провели? Погода. Мы до этого были в старых дорогах в детском доме, а потом нас перевели сюда. Много поездок было, развлечения разные. Сердце ваше я чувствую здесь. Да, отец рвется. Пока еще здесь, да? Да. Вот эти вот два детских дома, которые я была, здесь и там в старых дорогах, то это все. Это мои два родные дома. Как зовут? Юлия. Дай тебе Бог счастья. Спасибо большое. Счастливой тебе дороге. Спасибо. Мы вот с экспедиции приехали с благодатным огнем, чтобы твоя дорога была благодатной и счастливой. Спасибо большое. Спасибо. У Родашковецком интернате у дельники экспедиции провели уроки родного слова и духовности. Своими уражениями делится народная артистка Беларуси Мария Захаревич. Мы слышали, что дети пошли с этой встречи с всеми іншими. И они так уважливо слушали нас. Я говорила именно про себя, как мы жили после войны. И не было чего одеть, не было чего обуть, не было чего есть. Но мы так хотели учиться, так хотели домогчиться своего. А я сказала им, что так у вас складаности другие, у вас душевные раны. Но если вы будете знать, чего вы хотите, и до этого им пкнуться, все вздымает все проблемы. И вы вырастите с удобными людьми. Ну, яны, мне сдается, все. Разумели. Пасля запалили, коли свечки, мы им параили. Кожны задумайте свое жадание. Яну обовязково сбудется. И попросите у Бугородицы, каб я надо помогла вам. И такая тишиня стояла. Грыли свечки, яны все глядели на это. Пасля многие потушили, а один хлопчик подышел. А можно я не буду тушить? Я занесу свой покой и понес эту свечечку в свой покой. Нейкая зернятка упала. И я сказала, что вы не глядите много, это ли бачит мне. Больше глядите в книжку. Яких поэтов вы знаете? Ну, безумовно, ины назвали. Янку Купала, Куба Колоса, Багдановича. Сказали, что ины ведают версии их. Мы сустракались как раз у библиотеки у них. Там чудовная библиотека. Школа уразила безумовно. Ну, так тут чудовно, так светло. Утульна вельми у покоях. Конечно, а луна якобыла утульна у души. Але выхавательница нам сказала, что многие матьи вертаются. И вот недавно забрали двух девчонок. Пришли две матьи. Яны пришли у розум. Трохи себе поправили. Вот и забрали. Это было такое свято для этих девчонок. Але я чула, что ины сябруют. И вот такие талиновитые девчонки, как вот эта Христина, с которой мы зараз сустракались. А отец Сергий сказал, что это найвышейшая духовная выхаванья у ее. То я нас только знает. И кто таки Сергий Ратунежский. И про Валентину Минскую. Про Евангелие. Про все она ему рассказала. И так любить поэзию. Почула верши. И вот бегая за нашим поэтом. Де поэт? Де поэт? Ну а наша дорога до святыня. Вы каждый год з ее выправляетесь? Адрываешься до всех проблем. Некий зусим другой мир. Другие разновы. А главное, что встреча с людьми. И с детками. И с молодцем. И с женщинами. И эти две женщины, которые приехали из Минска специально. Столько километров далека. Потому что у их везку привозят благодатный огонь. И у них никого там нема. Это Загор Есенинская. И у их хата на замку. Але они приехали. Две сестры их привез. Сын одной из них. И они кажут, что вот как бы мама нас покликала. Что мы повинны быть на таким святе у своей церкви. Где нас хрстили. Коли мы приезжаем разы четыре у год. И мы наводим идеальный парадок у хате. Каля хаты. Мы ее молюем. Подтримываем у хорошем стане. Потому что тут наша душа. После мы были у монастыры. И они у таки раненький час уже приехали из той везки у монастыр. Каб побыть на службе и у монастыры. Ну, как можно забыть вот таких людей. Которые так любят творчую интеллигенцию. И ходят в театр. И слушают радио. Дружат с поэзией нашей. И таких много. Вот что главное. В этих подорожках. То, что люди, как эти детки понесли свечки, запаленные в свои покои. Так и каждый из тех женщин, которые были в церкве, так само оберегающих эту святыню, несут свою хату. И ведут, что ей станет легче на душу. Что прибавится веры. Прибавится надея на лепше. Господи, Иисусе, Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас. С иконами-хоругами добротатный огонь сострели у колодиши. По шляху хрестного ходу до нас залучаются целыми семьями. Разом идем до нового храма у гонор Купятицкой иконы Божией Мати. Божий, помилуй нас. Наш храм, это маленький храм Богородицы Купятицкой. У нас еще будет большое успение при Святой Богородице. За два года мы все смогли, то сделали, стараемся. У нас очень хороший батюшка. Мы радующим. Представьте, я вот старенький человек. Моя жизнь вторая началась, когда мне тут построили храм. Так, говорю, Бог мне поставил этот храм. Когда-нибудь был в колодище храм? Не было. Приехал батюшка Вячеслав, такое место выбрал. Вот у нас началась жизнь. Особенно наш стариков. Рада все, и какая. Ой, ну и молодежь присоединяется. Батюшка наш безотказный. Хрестить, отпевать, веншать. У вас тут, я смотрю, и цыгане, прихожане активные. Да, цыгане приходят, и они лепту хорошую приносят. Они молодцы. Ну и сейчас Святой Огонь пришел к вам. Тоже радость цырекам, да? Мы благодать в дом принесем. У нас в церкви будет благодать. Нашу церковь уже хотели поджечь. Сколы алтара зажгли под стенкой огонь. Мы приходим. Там бутылка, костер догоревший. И нож. Знаете, мы тогда молились в необхимимой купине Богородицы, чтобы, не дай Бог, что-то случится. Этот храмик большим трудом сделан нашими прихожанами. Ну дай Бог, чтобы Святой Огонь охранял всегда ваш храм. Ведь он теперь в нем будет. Спасибо, Господи. Как вас зовут? Мария Григорьевна. Захавальник добродатного огню про Тайрей Сергий Гордон, як завжды, завертається с духовным словом до людей. Гэта ікона, яка явилася у 12-м стагодзі. Чым гэта ікона вядомая? Калі хто з вас читав житие пропадобномученика Афанасія, хігумена Брэсткага, пропадобномученик Афанасій малівся перед гэтай іконой. Гэна гэго натхняла на оборону православ'я. Гэн робів копії пакеровая гэтай іконы. Гэн закликав короля польскага, каб ўшановувалася гэта святая ікона. Пропадобномученик Афанасій пасле себе пакинул письмовый помник, який называецца Дярюш, познацючыць дзённик. Там, гэн ён апісал свае життё, свае падарожжа, і ён там іменна згадывае і піша пра Купятицкую ікону пра святой Богородицы. Ей ёлёсь даліший был трагичны, калі храм гэтай захапілі уняты, ікону перанеслі у Києв. Яна до 1918 года знаходзілася ў Софійським саборы у Києві. На сёнішній дзень невядома, дзе оригінал гэтай іконы. Але копія вот ёе тут, на храме, мы памінны памятыць історію іконы, птаму што гэта саправны святыні народа нашага, і прас іконы пасвятая Богородица являла сваю милыць, сваю благословенні, сваю заступництва народу нашаму. У гэтай дзень каладзешчанскій храм атрымаў памятны падарунак. Факсімільнае выдання Туруцкага Євангелі ад супрацовніка фірмы «Ксеракс» Дзімітра Рыдецкага. Много наших святынь, книжних, по воле судеб, находятся за границей. То есть, то касается и Туруцкага Євангелі. Оно було обретено в Турове достаточно чудесным пособом. Его нашли, а то, что от него осталось, 20 страниц всего лишь, в ящике для угля. То есть, фактически, наш святой документ использовался для распалки. Этот документ был изъят, помещён в Виленскую библиотеку. Так как это Вильно, было же одно государство. Оно до сих пор находится там. Нужно отметить, что Туруцкага Євангелі – это самый старый памятник нашей книжной культуры. В то время белорусские земли, а конкретно Туровское княжество, далеко было не захолустье, а центр культуры, книгоиздательств, образования, письменности. Кирилла Туровский – это наш святой, которого все знают. К сожалению, сейчас это вернуть мы не можем сюда, на родину. То есть, не купить, не получить никаким образом. Мы пошли по пути создания факсимильной копии. Представитель Серекс выкупила права в Вильенской библиотеке на издательство и тиражирование данного Туровского Евангелия. На момент, когда обрелось Туровский Евангелие, это был 1865 год, был он сделан того времени исследования данного документа. С точки зрения написания шрифтов было, слава Богу, с чем сравнить. В Беларуси сохранилась Астромирова Евангелие, которое вот по письму, по оформлению заглавных букв, по структуре бумаги подтверждает время написания в XI веке. Ну и уже в современности был проведен углеродный, так называемый, анализ химический, который позволил подтвердить, что та же бумага, она относится к XI веке. Мы имеем возможность вот этот документ, сохранившийся в Слово Божье, который вот был на тот момент уже на нашей белорусской, Туровской земле, представлять нашим людям. Сейчас это распространять среди основных наших библиотек, среди школьных библиотек, ну и всех исторических обществ, заинтересованных людей, кому небезразлична наша история. Это первая такая работа для вашего сообщества? Нет, ну мы вообще не издательство, это представительство непосредственно производителя Xerox, который специализируется на обработке древних документов. Вот много оборудования стоит в той же национальной библиотеке Беларуси. То есть это печатная такая структура? Да, и плюс печать, да. У нас был первый проект, который мы создали, Виленский букварь, 16 века. То, почему учились наши дети грамоте. В этом Виленском букваре двинная часть текстов, это наши православные церковные молитвы. Приятно осознавать, что молодежь познавала грамоту со Словом Божьим. А кто был инициатором этого строительства? Наверное, Господь Бог был сам, потому что на этом месте должен был быть храм. Здесь же ведь был пустырь. Посмотрите, какая просто обитие Бога. Какая здесь красота. У нас больше у нас такая аллея березовая. Вот мы сейчас на березовой аллее поднимаемся к храму. Эти березы, вот как бы они должны были здесь вот вырасти, чтобы здесь стоял храм. Вот это посмотрите, сколько цветов. Отец Александр там в воскресную школу сделали, чтобы детки тоже приходили сюда и учились добру. И приходят детки? Приходят детки, да, да. К вам, наверное, приходят и дачники, которые здесь. Даже за Славля приезжают. А зайдите в храм, вы там увидите, что мне кажется, что краше нашего храма нет. Пойдемте. Храм как терем. Да, вы же посмотрите, сколько икон просто здесь благодать у вас будет. Мы много храмов прошли. Каждый храм прекрасен. И каждый храм отражает душу тех людей, которые приходят, их старания, представления, святости. В каждом храме живет душа тех людей, кто его созидает. Эта красота неизбывна. У меня просто была большая беда, у меня погиб сын. Именно вот здесь, в церкви, вот я нашла такое, мне говорят, утешение. Ну давайте, где святой огнем пойдем. Храм до самого купола упрыгоженный иконами, аздобленными корунками разных окладов. Ачаго подобный надзевосный терам. Никольский храм, якраз на супрыць шагуночного припынку у Ратанцы. Кожный может приехать и побачить это дело. Але его главная каштовность – люди, разом с их батюшком Айцом Александром. Перенявши Иерусалимский огонь, они ждут нам и наши экспедиции. Многое, многое лето, многое, многое лето. Многое, многое лето, многое, многое, многое лето. Заправдают их месте, где пройшли шляхи дороги до святынь, Как одной, чем привлечил ее удельник Олесь Загорский, по многих социальных и экономичных показчиках статистика поляпшается. Конечно, это не могло минуть бесследно. Как подтвердить это, возникла думка, взять и поравнять статистику этих районов, которые наведали экспедиция за несколько лет, за год до того, как мы приехали, в год, когда приехала экспедиция и после. И вот, когда поравновываешь эти лижбы, отремляется с оправды ураживающая математика, потому что с оправды снижается подлетковая злочинность, нарожальность повышается, смиротность, усталым взрослым, откатывается на несколько парадков. В некоторых районах пообщаться с артикулами про наведывание экспедиции дается слово простым людям. И вот там такие признания, что я прожила 70 годов, а лучшего подарунка за всю жизнь, который в этот раз приезд экспедиции упал с моим днем наружении, я не отремлюваю. И в вынику отремляется, что наши намагания не минают бесследно, с оправды. Вот это поднание людских намаганий к Божьей ласке, к Божьей восприятии приводит к тому, что район, отчувая наш приезд к этому великому ино материальному взрослому. На первые дни дня белорусского письменства мы никак не могли обмануть мемориальный музей Василя Быкова в удачном поселке Ля Жданович. Не обошлось без вспоминок тех, кто сострокался с его життей. Что-то случилось, что негде было в Васиницу трапить. А я сидела с Быковым в автобусе, я подселяю и говорю, Василий Владимирович, так неужели у вас нема сябров в Москве, у вас же столько сябров. И он говорит, есть, а не надо долго думать. Ну, я расскажу трошки про те верхние покои. Один из них кабинет Василя Владимировича невеличкий, вельми маленький покойчик, так само степлый, у якими особистые речи. И машинка пишучая, стул, кресло, на кем я сидел. Наверное, пиджак там висится, чашка, каву, которую он пил там маленькая. Мы стараемся творить такое чувание, потому что человек только вышел из этого покоя и зараз где-то приедет. Вот его дух тут, дарыч, он отчувается. Дзивное такое чувание, видите, как быцем бы саправды гэтый дом не покидался. Напевно, вот этот человек с великой энергией, такой душой, врезарной душой, частко его застаётся где-то тут. Мы в этом покое, когда зодзица наверх побачиться в кабинет, вот там такое чувание есть. У него есть один курс мастацкой учения, в Витебске, закончил. На сцене висится сяго малюнки, ищет таки момент вельми цикавый. Там он шмат малюнков с собаками. Все собаки в этой дачной мясосе прибегали сюда до Варчава Владимировича. И вот некто меня пытается, а чё он так собак малюнков? Я говорю, ну, видишь, собаки отчувают так само людзе, как добрая душа, и они тянутся до таких людзей. Они не боятся его, они идут до него. Там некальки картин таких вельми цикавых. Одна из них подарена Владимиром Короткевичем. Вельми цикавым подписом «Усё минае, гонор не минае». Его там картины есть на мансардзе, некальки невеличких таких замалювачек. Отчувается, что человек был вельми талиновитый. Який письменник, мы шведы, мы все читали. А потом миссия экспедиции стала неотъемной часткой святописьменства у Заславьи, где загушали голосы ее удельников, белорусских паэтов. Паэт Михась Башлако читает свой верш «Три лики любови». Три лики любови, Три лики земные, Матуля, Жанчина, Айчина моя, И Божия Мать, Святая Мария, Продриком я кое, Молюся, что дня. Матуля, початок життёвой дороги, Каханая мрой и наша весна. Я кожному доля дается от Бога, Родима так сама дается одна. «Три лики любови, Три лики спагады, У радости хмельной горкой беде, И деб не были мы, До родных присадов, Дорога до хаты, Завсёды беде, Три лики любови, Три светлые реки, Жанчина, Айчина, Матуля моя, Звону в перозвоны, И книговки-крыки, Небы там моленья, О, вот, святок дня, Три лики любови, Як родные песни, Что это кщемливо Узмраку гучать. Три лики, три зорки, В ночным поднебеси, Якия так ярко, Над шляхом грудь». Мы верим, чтоб раз год Святый Иерусалимский огонь Знов поклича нас у дорогу До белорусских святынь, Обранных Богом в нашем крае, Ушанованных людьми И покуль забытых, Каб освятить до их дорогу И долучить до отвешенной памяти. Иерусалимский огонь